Продолжаем наш стрим. ВКТ-25, финал. Так получилось, что я добрался до финала против самого Лавейли, великого учителя Сириуса. Вот, который, в принципе, оказался не таким великим, он постоянно начал... Сириус запроверг эту информацию, поэтому всё, отбой. А, ну всё, значит просто Блабол, короче. Ныне. Ну ладно. В общем, тогда он был Лавейли, поэтому будем называть его... Вылип вот из клана исчез, мы не знаем, куда он делся, какой-то совершенно другой игрок появился. С другим ником из другой расы. Да, непонятно вообще. Но тем не менее, он финальный. Мутный игрок. Вот, ну здесь Dead Mirror, сейчас, перед тем... Что, стартуем? Да, давай, раз, два, три. А ты там сприм-то пишешь? Да, конечно. А, привет, пацаны. Да, ещё раз. Передаёт привет. Ещё раз привет. Ну здесь Ран-Черри против Фараджа Загробного. И оба Лича и Харас с Гулями, да, хотят сыграть? Не-не-не, просто Харас со скелетами. Тут, короче, какая задумка. Мне вообще, в принципе, в последнее время понравилось играть в Ундовский Мирор по стратегии Дак. Я почувствовал, что Лич со мной подружился. Дак такого не посоветует. Да, да-да-да. Ну здесь вот встреча на Эльпе, получается, возле колонны. На самом деле, вот этот вот размен, то есть нового в новое, это такое больше. Мерение письками, я бы там это выяснил. То есть вот сейчас опять нового в друг друга запустим. Решил, если у кого-то уже скелетики шли, там, из-за вечки какой-нибудь. Да-да, это было бы интереснее, конечно. И, кстати, заметь, Денирубка у Лавелли, она в очень косячном месте. Она может быть в какой-то раз и хорошо, но тут, если ты придёшь в коколитом, она не будет дотягиваться. Да, надо сверху, если приходить туда, хорошо. Ой, какие битые Личи, блин, офигеть. Что они будут теперь делать? Нужно засесть на базе или нет? Здесь хитрый Лавелли, чуть ли не Лича не забрал, смотри, своими гулями. Но я успел сориентироваться тут, поэтому у нас примерно поровну ХП. Но на самом деле, вот это вот реально, мне кажется, ну не стоит того вот эти вот размены по ХПшкам, потому что так реально может более грамотно этот подловить на Криппинге. Вот, и в итоге мне приходится сейчас это, наступать. Майнгеймс у вас теперь, кто что пойдёт делать? Например, один пойдёт раненого искать, а второй сноглеет и Криппится бой. Да, я вообще, на самом деле, пойду, по-моему, на базе лечиться. Я пошёл сейчас за сапогами, и он тоже пошёл за сапогами. Заметьте, у Личи запасной Акалит. И у Лавелли запасной Акалит. Ага. Это собратья. Точно. Здесь вот, я вижу, что жизни достаточно мало у Лича, поэтому надо чуть зарегениться, чтобы снова он сразу в меня не забрал его. Поэтому я стою, а двумя гулями пошёл Криппать в зелёную точку. Ну, типа так, сейфовенько. А Лавелли полез сразу. Да, и в итоге он не напорчивает, у него будет, наверное, на соточку меньше ХП. Потом. То есть я вот уже... Ой, а чё ты порозовел, ты какой-то пурпурный стал, Дим, подожди, сейчас я на ползу. Я порозовел, а ну это у меня была вебка пока, на самом деле. Да? Блин. Дай, да, я её включу, выключу. Давай. А, это скриншот, да, он делает. Точно я порозовел, блин. Лебята, вы не думайте ничего такого, я нормальный. Я не розовый. Так, а это я его включу, выключу, я найду. Давай. О, всё. Всё, нортик снова стал в нормальной ориентации. Продолжаем. Я Pink Floyd нечаянно включил. А, Pink Floyd? Да. Теперь говори мне на всё, я льда баллся, и ты на льда. Какое время? 4.17. А у тебя? Так, у меня сейчас будет 4.40, когда будет 4.40, скажем. Подожди, зачем тебе 4.40? А, ты мне ждут, чтобы я тебя догнал, всё, я понял. Да, да. Хорошо. Ну, я у меня как-то вперёд уже. Я пока что только видел, что обсерваторию один уже клипит, а второй собирается. Ну да, здесь ловелью из-за того, что рискнул. Он быстрее закрепил. Вот всё, 4.40. Давай, раз, два, три. Да, поехали. Так, ну здесь, соответственно, да, я тоже клиплю обсерваторию. По течингу у меня чуть-чуть побыстрее. Второй тир. По мак, по макро тоже зекуратор, в принципе. Ловели довольно хорошие девайсы ещё такие. На урон, так сказать. Да. На урон, на ману. А у меня такие более защитные. Зато у меня лич будет дольше жить, в принципе. Считаю, у меня 600 жизней, а у него 525. Так, такая, чё-то не сразу заказался, это за три решил. Да, здесь три нажали. И ловель это это самое. Хотя, мне кажется, в такой ситуации надо за такую и кайлопе быстрее. Не, ну-ка. А ещё что вот делать? Вот я понимаю, что противник, предполагаешь, тоже там сидит раненый, например. Ну вот реально, ты не можешь толком пойти никуда, покрепиться. Ну да, я говорю... Чё вообще тут делать, Кулич, просвети меня. Ну, я вообще понял, что не стоит так размениваться по хп. Один раз новую можно запустить, а потом уже, наверное, лучше отступить. Ну, чтобы на это время просто не терять. Вот, а так он захочет там запустить, пускай там пускает, и пофиг. Опять встречаются ваши личины, вы плывали на мовию, проходят. Да, да. Здесь я, да, на самом деле, прошёл на мовию, здесь не заметил. Я просто увидел, как бы, что он погнался за мной. Я поэтому сразу отхожу. Ну, то есть понятно, что у него маны есть на новую. Вот, он вроде что-то пошёл. У него, скорее всего, там или шейда, или чего, я не знаю. Он, в общем, заметил. Лича здесь, но я отступил. Я хотел просто аккредитов, на самом деле, подрезать. У меня вот ДК сейчас уже выйдет, Алла Вэля. ДК только-только-только заказался. Вот, это как бы вот поздновато он сделал, на самом деле. Ну, и он решает третий уровень получить личу. На самом деле, мне не очень понятна его задумка. То есть, у него шесть гулей на базе. Добывают дерево, а он крепится одним личом, по сути. Зря он так. Вот, здесь у меня выходит Деск Найт. Ну, и типа такой прессинг сейчас будет. Вот, я проверяю зеленый, точка. Ну, вот, да, лучше, наверное, все-таки скелетами проверять, чем вот так бегать. Тут вот шейда палит внизу. Да, и там шейда, и там шейда. Я, кстати, по играм Дака еще помню, что реально, даже если ты там по лимиту отстаешь, потому что, ну, типа ранние, это три. Раньше оппонент. То есть, кто первый арбю купит, там реально этот арбас только дает, что ух. Да. Самая слабая арбаса в игре, я пацаны. Угу. Здесь два финда у меня уловили. Один финд, зато у него, по-моему, побыстрее. Этот самый, ну, короче, дестори. Ну, что-то ты неудачно подходишь тут к вражеской базе, отребаешь. Ну, здесь я покушал по Деск Найт, он по моему личу, он новый запустил. На него, кстати, маны нет, но новый я сейчас отступаю. Хотел я купить инвол, но там увидел, что есть. Вообще неправильно, мне кажется, от тебя по бегушке, знаешь почему? Лавери на своей части находится, и он, ну, к примеру, крепит свои точки ближние. А ты сделал большой путь, чтобы просто достать его на базе, скажем. Ну, да. Он крепится. Это верно. Вот, сейчас ты возвращаешься, а вылит, что-то стоит, но он испугался этим. А, вот он арбу купил, а денег нет больше, да. Ну, да, преимущество сейчас с арбой. А я сейчас скрипаю. У меня, кстати, палит своей шейдой, я его палил своей шейдой, соответственно. Ну, и здесь для того, чтобы такого не было, нужно заказывать две шейды, одну прицеплять к себе на свою задницу, а другую на задницу своего. Не слишком, это жирно. Не, не, нормально, это себя окупает. Я с Даком общался вообще. Ну, это разведка, она очень много стоит. Тут сейчас просто будет, по-моему, в этой игре гриппжек очень такой сочный. Ты поймешь, что я имел в виду. А здесь это для того, чтобы как бы тебя не гриппжекнули еще. Тут все очень так нервно. Здесь опять, смотри, злой лавели стреляет новый. Да, в опусе все хорошо. Я здесь вижу, как бы понимаешь, что есть у него арба, и я, что все, что могу сделать, это огрызнуться новой по деке, чтобы он успокоился чуть-чуть, и он убегает, соответственно. Пять гулей. Ну, на самом деле, вот этот вот микс гули-финды в андедовском мире нет никакого смысла, потому что он просто, я левел наберу на этих гулях спокойно, и все на вот этих разменах. То есть, лучше финдов уходить потом, а он вот какой-то непонятный микс настроил, короче. Ну, как против эльфа, знаешь. А что, и даже не умеет сниматься переносить? Ну, вроде нет. Мне кажется, не умеет. Это как рабочий, по сути. Андедовский. Серьезно? Ну да, один лимит же. Я думал, он освободился из темницы бредной плоти. Ну, здесь опять же, вон, да-да-да. Шереда палит меня, а я палю его, соответственно. Ну да, это ты крепишься, пророчит вот эту землицу. Ну, вот, ладно, вот в этой первой тележечке уже все хорошо. Хорошая точка, но ее так всегда мне не нравится крепиться за этих колемов. Да, и Кобль представляет, да. А Лавель, я решил такой, возьму-ка я на храм, об иллюзии. Пусть думает, что у меня два ДК испугаются. И здесь у меня вот вторая тень подходит, видишь, из-за этого я заметил его. И тут суть еще в том, что я, ну... Вот опять в твою пользу, да, криппинг? Ну да. Он постоял-постоял и не успел тебя согнать, а ты закрипался, отступил. Угу. Ну и здесь, соответственно, смотри, Дестройер один с маной, три финта, и сейчас увидишь, как гули будут рассыпаться, смотри. Да, Лавель что-то не поднимает и не сражается. Ай-яй-яй. Иллюзии наделал и назад бежит. Ну да. Ну понятно, что бежит. Зачем он сюда приходил? Вот она двойная шить, да, ё-моё. Угу. Угу. Удвое толще. Конечно. Здесь я его развожу, чтобы он разводил Дестройер. У тебя паутина есть? А, вот только заказал, Лавель заделалось. Но пауков очень мало. Ну да. Но пауки в Урроре не нужны. Там, короче, ну реально, ты сам увидел, когда против Дака играл и против Стронга. Но у них стиль какой-то побольше Дестров, и пауки сливаются все равно. Не-не-не. Наоборот, у Стронга как раз побольше финнов. Это вот у Дака побольше Дестров. Я сейчас сам ушел, ну пришел к тому, что надо строить дохрена Дестройер. Там надо, короче, как... Ну там один финт на два Дестройера, вот так должно быть. Примерно. Так, и вот тут бы тебе третьего героя, но у тебя с плейблок пока что. Да, да, да. Ну, где-то я завтыкал здесь. Ну, а у нас по лимиту примерно равно здесь получается 50 на 50. Так, сравним девайсы и левелы. Почти третий лично, а не третий. У Лавели. Так, а первый свиток есть. У тебя такие же герои, но у тебя вот девайсы. Да, девайсы мне хорошие. Здесь я забираю еще вот эту ключевую точку. А Лавели опять на базе курил? Да. Да, вот это зелено. Красно, чего что на базе-то курил? Это ошибка. Здесь вот опять... Так, вот одну точку закрепил. Шида. Это палка-сосалка. Да, это очень хороший девайс. 50 ману запрещает. Да, это точно хороший. Здесь надо было задиспелить скелетик. Ну, замедление ману для Дестройера. Получить и снова замес 50 на 50 получается. Равный лимит, но у тебя есть этот... Ну, к Зику радуете и Дестрам понять, а у Лавы или нет? Смотри сейчас, как финды будут умирать. Потом, получается, бьет по Дестройеру, я работаю по финдам. То есть я в идеале мог даже того Дестройера спасти. Просто сейчас все винды будут здесь успевать спасти этот финд. То есть уже 47 на 37 лимита. Вот у него все финды умерли тут. И фокус уже по геройствам, бьет по моему Лечу, я бью по его Деке. Он выпивает бутылку, китает Коэл своего. Пытается забить моего Леча, смотри, сейчас будет стрелять вроде. И в это время теряет Деку из-за того, что отвлекся. А я здесь прожимаю телепорт, потому что понимаешь, что у меня Леч уйдет. Вот, а у него маны не было на этот самый, на новую. Но я все равно решил не рисковать, потому что... Не, ну, конечно, там лично с Рубой стреляет нехило. И плюс 3 Дестройера, они пьют довольно сильно. Легкие и все. Тебе это герой, а слил. Упор в твою поле. Да. Ну, здесь все-таки, смотри, в бою решают первые секунды. То есть, кто как с позиции, там, и какой ДПС нанес. Да, ну здесь, потому что Леча Арбата, она очень сильно. Лавейли вообще не так уж плохо сразился, но начало боя очень удачное. Ну, и в итоге, смотри, преимущество тут в 10 лимита сразу после. Да, и это уже, по сути, вот все решилось. Макро, так сказать. Ну, хотя, какой макро тут чисто на микро был замес. Ну, не суть. Как бы, из-за того, что он потерял героя, все очень сильно. У него просадка началась по ресурсам и так далее. Ну, здесь я, смотри, шейду развесил тут. И возле базы. Ну, чтобы упасти, соответственно. Так. Здесь еще хочу отметить такую вещь, как грейды на атаку. Ну, вообще, в Блотмироре, по ситуации, их нужно делать. Вот. Если очень контактная игра, то, наверное, все-таки есть смысл делать побольше финдов. Ну, там, ну, короче, армию, да, строить. А потом уже, ну, то есть, постоянно, когда размена. А если нет размена, в целом, лучше вкачиваться в грейды. То есть, у меня, допустим, грейды 0. Ну, я думаю, все равно, вот, смотри, у тебя вот хороший, если бы, 20 делал, а лавелье 0. Вот это плохо. Да. Все равно у тебя должен быть минимум один грейд. Пусть у первого совсем дешевый. Дима. Вон, видишь, здесь ему подарит книгу опыта. Но даже она не спасает, потому что у нее такой ДК отсталый принос жизни. И вот, смотри, сейчас, как бы, в чем суть. Он еще кидает в него койл, прям, как чувствует, что я сейчас приду. А я пришел как раз за счет своей шейды, по-моему, здесь. А, да, он уже убил мою шейду, и здесь 4 дестройера. Жили 5. Сбил со счета, по-моему, 4 все-таки. Ну, короче, суть в том, что, видишь, как быстро финды уходят от дестроф. Он даже, даже если бы он кинул бы койл, я бы потом кинул бы койл, дай бы ему кучу еще, и он бы умер. Здесь просто. Это, конечно, фаза, когда герои бегают и те стреляют. Ну, тут, соответственно, смотри, разница в 20 лимит этим. Просто дестройеры сейчас заходят в базу и убивают героев. Я вижу здесь, что, ну, как бы, лич с телепортом, у деки только. Хилочка и такая еще. Речего героя никто так и не нанял. Да, это ошибка. Ну, как ошибка, то есть, можно было, в принципе, с двумя тут по ситуации зарулить. Но вообще, в идеале, дарку надо было брать. Именно при таком миксе, то есть, там кидается очень сочное сало. Ну, и просто там финды вырезаются по очереди, там герои какие-нибудь. Лавелли попробовал в конце кинуть новую, но это все фигня, потому что я это прочитал, и ДК отошел пораньше. Что-то где-то нового ничего ему не дала, ну, и все сдохло у него тут. Ну, тут все решило, как бы, ближе к концу, когда вот это было битого 50 на 50 лимитом, там чисто по микро зарулил, дальше уже без шансов. А начало, как бы, было в пользу лавеля даже, хочу признать. По лавеллам, там, по криппингу он больше заработал, я просто что-то бегал там. Вот. Так вот. Давай тогда вторую игру. Да. Тоже со второй минуты, соответственно. Я готов. Угу, сейчас тоже. Все, есть вторая минута. Так. Раз, два, три. Ну, здесь, по сути, то же самое сейчас. Объяснять больше нечем. Ну, в принципе, вот здесь такой зекуратный вынос от лавеля оправдывает себя за счет, как бы, особенности построения его. А вот карта потеснее, вот этот выход за базы. Да, да, да. И здесь вот лавель настолько разозлился, что решил убить новую Акалит. Не знаю, на самом деле, с одной стороны, вроде бы, неплохо, 25 экспы дополнительно, но с другой. Это может потом с ним сыграть злую шутку. Да, кстати, вот я не знаю. Из-за того, что там, ну, размен нового на нового, мне на нового будет больше. Да, да, это можно и важно понять. Ну, и здесь, короче, он стоит. И решает, я так понял, закрепить зеленую точку. Ну, на самом деле, с его стороны, это ошибка, потому что, ну, то есть, именно в этой стратегии, потому что, ну, он Т2 не может сейчас заказать, по дереву ему не хватает. Здесь еще я добиваю, получается, новый Агра и гуль биты. Вот здесь, на самом деле, я думал, думал и решил все-таки нового в гулю выпустить. Я считаю, что правильно сделал. Конечно, что, юнит за 120, там, 40 опыта, по-моему. Ну, да. То есть, по сути, вариант был еще, конечно, запустить там в тролля, но это, на самом деле, было рискованно, потому что он сам мог добить его. Наверное, это было самое правильное решение здесь. Здесь я пытаюсь еще добить тролля, ну, чисто выстрелом. Ну, в итоге, развожу его на нового. Мне это в плюс, считай. И что получается? У меня Т2, смотри, наполовину уже почти готов, а он только нажал свой тир. Из-за того, что так вот с гулями пошел, типа, покрепиться. И он решил попробовать мельча зафокусить. Ну, это, на самом деле, ошибка. И, соответственно, сейчас побегушка за сапогами. Зачем же это ошибка, Кулич? Расскажи, пожалуйста, что ты будешь делать с таким красным плечом, когда у тебя еще половина течит? Так я сейчас за сапогами схожу. А тем не менее, ты с базы выйти особо-то и не можешь уже. Да нет, так это понятно. У него тоже шмана нету, понимаешь? Я сейчас просто посижу, допустим, чуть-чуть, потом уже выйду. Вот здесь вот, на самом деле, он мог подпереть. Ну, не знаю, на самом деле, тут реально, наверное, даже мне повезло в том плане. Ну, в принципе, да, то есть он мог бы убить, но растерялся. Там, на самом деле, чтобы убить, надо было скелетом подпереть. Вот. Сейчас я так смотрю, наверное, все-таки, да. Вот, и я слишком увлекся Харресом, а он не воспользовался моментом. Вот так. Так что все равно ошибка. Ну, ладно. Что тут? Здесь, в принципе, ну, лавеля делает то же самое. Ну, то есть массит гулей, получается. У скелетика какая скорость передвижения? Средняя или низкая? Средняя, средняя. Как у футмена. Вот. И здесь, ну, у меня косяк. Я кладбище довольно поздно заказал. Вот. Из-за того, что меня так алито... Ну, злой лавель лишь добился новую помощь. Мне приходится заказывать, чтобы построить шея дядьницу. Я пораньше делаю намеренно дескнайта, чтобы, ну, лич был в порядке. Жив-здоров. Вот. А лавель крепит зеленую точку. В надежде получить второй уровень. А мой лич как раз, вот, да, вынужден вот так вот регениться. Но это из-за того, что я боюсь понимать, что он придет с лечом сейчас. Ну, в принципе, ты немного тут времени потерял, потому что ДК выйдет, Койл кнет и все. Ну, то есть мне тут повезло, на самом деле, что он не подпер, но... Ну, отдал бы первого лича. Ну, да. У тебя, то есть самое главное раньше, по лавелле... Ну, да. Гулей натерял. Угу. То есть лавелле... Ну, зря, на самом деле, эти гулей, они ни к чему здесь. Гулей на гулей играть, там... Реально, он может, там, трех-четырех гулей слить на одного моего финда. По размену вот так вот будет. Особенно, когда я буду с арбой, там, дестройеры, вообще, забей. Если ему надо гулю как-то, было переагрить, а он это не сделал. Поэтому он ее решает отдать пораньше. Угу. Вот, а я сейчас иду... Неужели я пойду на магазин крепить? Да нет, я не пойду на магазин. Тем временем, смотри, ты говоришь, что не решил красный лич. У него почти третий лич, а у тебя второе. Да, да. Третий лич — это сила. Если бы у него сейчас свой тэч не оставал, там, все дела. Здесь... А, вот не заказал деку, что ли? И поэтому его лич двойной бонус был. Ну, не двойной, там, сколько, 10% или 20%? Это два дается за свой гулей. Двадцать. Да, да, да. И вот он берет третий. Ну, здесь вот я зря так вот креплюсь. Это вообще зря. Тут, то есть, я вот что заметил. На самом деле, вот так вот с двумя героями бегать не очень грамотно. Надо, наверное, все-таки, ну, финда построить пораньше. Там хотя бы одного-двух и крепится самому вот так вот. Лаварин, можно как разобрать. О, молодец, забрал Лаварин. Мне кажется, я забрал. Слушай, забрал. Офигеть, новый кип он забрал. Он замахнулся, потому что я, наверное, свои новые... Анимация не прошла? А, точно, на менеджении. Да, анимация не прошла. И здесь вот смотри, что получилось. Я сориентировался по ситуации. Специально, смотри, декой встал здесь. Лаварин, персоналочка, там такой девайс есть. Нет. Он не стал ее покупать. Да, был просто. Угу. В общем, злой акулич зажал между... Да, хорошо для тебя вышло, что ты. Угу. Оба забрал. ТП развел. То есть, это, с торлями я подружился в этом замесе. Так, здесь надо инвол купить мне. Я что-то... Блин, ну реально, третий личик, это мало не покажется в умелых руках-то. Ну да. Ну вот там он жахает, ух. И у него еще мана полная. Здесь вот, я как-то поздновато бойню заказал. О чем ты, наверное, думал хорошим. Вот. И в итоге у меня финдов будет сейчас побольше, видимо. Лавеля. Я сейчас, наверное, собирался. Да, точно. Об этом был. Здесь... Короче, я прихожу к репжеку и здесь удачно, потому что шейда моя стоит справа. И ДК, отбегая чуть левее, ну, растягивает свой фронт ловель, делит на две армии. Ловель нужно было выманивать мобов направо. Да. Он сразу отступил и все. А тут... А тут, да. Если я сразу кидаю койл, ну, видишь, он все равно кинул новую, но там был мне сдох из-за того, что я как раз вовремя койл ловел. Что очень полезно найти для ловели. Просто сейчас без нее вообще никак не обошелся. Ага. И здесь, по-моему, ловели даже снова сейчас... А ДК убежал в гепре и огребает от злобных кобальтов. А, да, точно. Не доконтролило. Ну, в итоге, что получилось, жадность Фрей разгубил. Он добил, вроде бы, новый синего огора, но потерял ДК. А я забрал большой и, ну, большой при большой и толстый. Вот. Так, что тут в итоге? Деск Найт воскрешается. Ну, ситуация примерно равная, что забавно. Ну, и мидл в бойне, посмотри, прям практически то же самое. Я до сих пор не третий Лич. Да. Знаю, что ты... Из-за того, что как раз он добил синего лишнюю третий. Ну, хотя Лич все равно, наверное, не был бы третьим. Ну, он был бы вообще почти третьим. Тогда мне бы пришлось бы закрыть какого-нибудь одного зеленого монстрика. Я думаю, упущение у Красного Андераса, что, имея третьего Лича давно, да, и Гульей, который правильно отменил, что он перестроил, у него вообще никакой агрессии такой... Да, да, да. С гулятью нужно агрессировать, там. Ну, нет, раз я на магазине, потом ты его крикнул на рынке, все. Ну, да. А он должен был, наоборот, ну, третий Лич, там, я сейчас попаду в Акуле, чувство, вспоминаю. Угу. Ужас он опять пошел крипасу. Сейчас он отдаёт глюну крипасу тут. И вот сейчас у тебя третий Лич Бойный. Я думаю, у тебя большой тут выпал, да, да? Да. Ну, тут, на самом деле, по ситуации, как бы видел, что он на вот этой точке, ну, решил не гнаться. А вот это, Мир, или что лучше, я вул или плюс 500? Угу. Вообще, для многих раз я бы сказал, плюс 500 порой лучше, но вот это же не факт, кстати. Я даже не знаю. Мне кажется, наверное, это зависит от... Да, наверное. От лимита, наверное, от ситуации. Вот предмастер, это точно, наверное, был лучше. Ну, просто, я думаю, наверное, все-таки, если высокие лимиты, то НВУ в любом случае будет лучше, потому что... Ну, фокус как бы быстрее проходит, у тебя быстрее жизнь не закончится. Так у тебя ты продержишься просто дольше, чем ты проживаешь бутылевок на 500. И 15, допустим, секунд будешь просто... На 500 тоже немало, конечно. Ну, просто, если, допустим, у андеда 60 лимит, и есть арба, то от этих 500 жизней очень быстро ничего не останется. Это, Акулич, ты какой играет, делаешь? Второй или третий на атаку? А, второй, да? Да, второй. А ловль не делает, по-моему, гридов, но... А, по-моему, ты лучше бы героя купил, я, конечно, не шарю, там, у андеда. А, ну, возможно. Ты еще в полтинник просто не уперся, а я мог. Ну, у тебя зекурат на 60 готов. Да. Да, ну, у меня сейчас нету этого. Ну, суть, короче, в чем? Я сейчас шейдой заметил, что он крепит морлоков, и я иду сейчас его джекать просто. Опять у меня две шейды, смотри. Ну, здесь, соответственно, сало на деку, и я вижу, что деку не зажался, и вот я прожимаю большой ингул. Подлые мурлоки подперли. Да, точно. Все, ловль убегает. Поднимается дестройер. Ловль тут уже, это, суматошно бегает, теряет пара лимита на отходе. Ну, как пара лимита. 10 лимитов он здесь потерял героя. Серж, тащи, давай! Да-да-да. Ну, шо, ВКТ уплывает, в финале играешь, ё-моё. Ну, здесь, все равно, тем не менее, лимит 51 на 49. Ну, тут, на самом деле, из-за того, что он подзаказал, видимо, что-то там ресурсов скопил, так сказать. Вот. А я там из-за того, что бойню поздно заказал, поэтому так долго с лимита вылезал. Чё-то я тут, по-моему, отменил. А вот, я заказываю драку, наконец-то. 55 на 49. В ловлях 52. А шо у вас в такой ситуации делать? Ты вышел, вроде, из лимита, вот ты должен сейчас ломиться? Или идти в точки последние, ну, там, черепахи, они что-же очень вкусные? Не, ну, посмотри, Чувандеда, как бы, по армии... Ну, допустим, он сейчас, вот, ты видишь, у него полтинник, да, поменьше твоего чуть-чуть, но он в своей базе сидит. Я считаю, он это ломится, потому что у меня здесь, смотри, три дестройера с маной, это очень злая тема. Даже четыре дестройера, по сути. Ну, один без мана, но это пофиг. А, ну, тут, в принципе, чё, я его поднять не могу, потому что у меня по лимиту не влезает. Ну, смотри, вот сейчас просто как быстро финды с гулями уйдут. Сразу сало кидается, получается, на его армию, на леча и на дырку. Ну, теряется по мне один дейстер. Вот. У него, соответственно, уже 42 лимита, соответственно, мои 56. Здесь опять сало на дескнайта, чтобы инбул не кинул. Фокус по его деке, а он мне пытается дестройеров убить. Умирает дека. Здесь фокус по тележке, соответственно. А он мне пытается финда убить. Умирает финд. Умирает его финд. Он снова бьет по моему дестройеру. Вот. Даркой пытается высосать жизни, смотри. У самого у него битый дестройер я этого не замечаю. Сейчас он смотрит. И тем временем, Вакулич становится чемпионом ВКТ. А это, между прочим, впервые. Да, точно. Ни с чем мы его поздравляем, конечно. Умирает дарка. Да есть же ж. И мне здесь инбул. Смотри, сейчас лично умрет еще. Опа. И я инбул прожимаю так в конце. Для прикола чисто. Ну и все. Тут джи-джи. Войск убито 42 на 42, а по героям 4-0. Вот так-то. Да. Тыкайте в героев, друзья. Особенно в Undead Merrory. Так. Сейчас мы стрим остановим. Тогда. Сейчас мы стрим остановим.